Сегодня 5 декабря 2870 ульяновских 11-классников сели за парты, чтобы написать итоговое сочинение. Часть из них расположилась в 15-й школе. Это обязательное испытание для всех учеников выпускного класса. Сочинение выбрано как основная форма допуска к ЕГЭ, но не единственное. Школьники с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды могут поменять сочинение на изложение. Такую форму уже выбрали 119 учеников. Всего определено 18 пунктов проведения экзамена в школах. Итоговое сочинение проводится в формате ЕГЭ. Правила те же самые. В аудиториях видеокамеры. У нас сегодня работает 14 аудиторий. 13 обычных аудиторий, одна аудитория спецрассадки, где работают дети с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность написания 3 часа 55 минут. А у детей с ограниченными возможностями здоровья еще есть дополнительные полтора часа времени. Так, значит, два организатора в каждой аудитории наблюдают за процедурой проведения. Перед началом экзамена стало известно 5 тем. Каждый ученик, выбрав свою, должен раскрыть ее максимально, чтобы получить зачет. За оценки не ставится. Ставится зачет или не зачет. Но если по каким-то причинам дети не смогут сегодня написать по состоянию здоровья, допустим, выехали на Олимпиаду, то им предоставится возможность написать дополнительные дни. Это в феврале и в мае. А пока все волнение позади. Впереди 4 часа напряженной мыслительной работы. За 35 минут до конца экзамена ребята будут предупреждены, что время подходит к концу. Результаты сочинений станут известны после 17 декабря. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.